Кто прекращает быть особой территорией, обязан жить по всем китайским законам и подчиняться китайским органам власти. И принятие этого закона смотрится даже не шагом, а прыжком в будущее из капитализма в коммунизм. Потому что это должно было произойти только в 2047 году. И это Китай в 97-м обещал Маргарет Тэтчер, когда та отдавала ему Гонконг, последнюю британскую колонию, и просила 50 лет не менять капиталистический уклад его жизни. Это называлась «одна страна, две системы». Чем этот скачок закончится, пока непонятно. Ведь американцы уже показательно поставили два своих авианосца в Южно-Китайском море наблюдать за китайскими морскими маневрами. Уже объявили официально, что компания Huawei – угроза их национальной безопасности. Уже саудиты объявили, мы готовы снова начать войну цен на нефтяном рынке, накажем Анголу и Нигерию, которых Китай покупает нефть. Они ему слишком много качают. И получается, что американцы пытаются решить для себя китайскую головоломку, как санкциями и пошлинами заставить те, кто для них производит все, играть исключительно по их правилам. А так не бывает. Си Цзиньпинь совершенно не готов обсуждать с кем-то свои решения. И Гонконг сейчас – проверка связи. И внутри страны, и снаружи. Ксения Некрасова наблюдала, как эта проверка проходит. Ведь если Китай сделал шаг вперед, вряд ли есть аргументы, которые заставят его пойти в обратную сторону. В 23-ю годовщину перехода бывшей британской колонии под китайский суверенитет гонконгская оппозиция встречает с подромами, поджогами и захватом торгового центра. Чтобы остудить пыл демонстрантов, полиция применяет водометы и слезоточивый газ. После затянувшегося хаоса на улицах города Гонконг получил закон о национальной безопасности. Теперь вместо призыва «празойтись» провокаторы могут услышать реальные обвинения в терроризме и подрыве государственной власти. Тюремный срок вплоть до пожизненного. Едва закон вступил в силу, среди четырех сотен задержанных появились первые обвиняемые. Один из них – 23-летний мотоциклист с призывом к революции и на полной скорости протаранивший отряд полиции. Свобода – это то, как мы ведем себя сами. Она не дается правительством или народам. Мы должны вести себя как свободные люди. Всего за год такой свободы показатели финансовой столицы Азии впервые за десятилетия ушли в минус. Деньги любят тишину, а порядки сильно ударили по репутации мегаполиса. Для Оксаны, руководителя туристической компании, этот год стал настоящим испытанием. Когда уже мирные митинги стали переходить в акты вандализма, но я называю это вещи так, как я называю это вещи своими именами, у нас сразу скрутились потоки. Перед каждым прибытием у нас все спрашивали, насколько это безопасно. Аннуляции шли одни за одни. Жители Гонконга, как и власти города, надеются, что новый закон положит конец беспорядкам и иностранному вмешательству, которое стало в последнее время слишком очевидно. Мы проделали действительно хорошую важную работу, пытаясь защитить свободы жителей Гонконга. И те факты, которые мы видим сейчас, в корне противоречат принципу «одна страна, две системы». Я сожалею об этом. Закрыв банковские счета, лидеры оппозиции, которые вывели людей на акции неповиновения, сами тут же поспешили скрыться за рубежом. Одного из протестующих, ранившего полицейского ножом, задержали прямо перед вылетом в Лондон. Великобритания уже готова раздавать гонконгским беженцам паспорта Ее Величества. Несмотря на то, что королевство утратило колонию еще в 97-м году, влияние бывшей митрополии здесь по-прежнему ощутимо, говорит учитель одной из государственных школ Гонконга. Специальные образовательные программы и практически полная автономия от Китая позволили Западу привить нужные им идеи со школьной скамьи. В основном выходила молодежь, потому что ими очень легко управлять. Я даже сам видел, допустим, если человек получает такое сообщение на телефон, допустим, мои учащиеся, они сразу этому верят. Нет такого понятия, допустим, цакт-чеки, то есть проверка на факты. В Соединенных Штатах закон о нацбезопасности еще до официальной публикации стал поводом для антикитайских санкций вслед за отменой льготного для Гонконга таможенного режима. Белый дом запрещает поставку военной продукции, а китайским чиновникам въезд в США отношения между странами Трамп называет сложной игрой, сравнивая с фокером. Ход Пекина последовал незамедлительно. Да какой там ход Пекина? Все равно Китай прогнется под США. Трампу достаточно закрыть у себя в стране Чайна Тауна или их вообще снести. Да и, кстати, про Гонконг. Типа в составе оккупантов Британской империи Гонконг успешно развивался. Строились небоскребы в то время, как в самом Китае в деревнях до сих пор не то что нет газа и света, но даже не проведена ливневая канализация. Не ведитесь там на вот эти вот шанхайские небоскребы или там на пекинские дао-тауны. Вы поедете как в глубь Китая. И вы знаете, как простые жители китайской деревни живут. Они живут еще даже хуже, чем в России. В то время, как Гонконг действительно был процветающим бастионом Британской империи в Китае. Здравствуйте! Сегодня я вместо Ирады Зейналовой проведу программу, потому что ее скрутили санитары и держат сейчас в первой палате. А я веду эфир из четвертой палаты дурдома под названием «Россия». Где есть свое и НТВ, и ТНТ, и далее по списку «Газпром-медиа». Ну, разве в нормальном обществе это может случиться? А вот первая же новость. Пока наше общество борется со всякими родоизвращениями, фирма «Чистая линия» нагло производит гейское мороженое. Мороженое для геев и лесбиянок. Эх, это... Так хорошо летом в жару скушать мороженое, только если оно не производится в целях пропаганды ЛГБТ-сообщества. Тот, что мороженое «Радуга» фирмы «Чистая линия» абсолютное гейское мороженое, и жрать его могут только геи, производится для геев, уверена, председатель Союза Женщин России Екатерина Лахова. «О, ужас!» Подумала она. «Дети будут есть мороженое с названием «Радуга» и будут тот же, после того, как ты мороженое сажал, становиться геями, эллисобиянками, а то и вообще трансгендерами даже. Потому что «Радуга» — это вам не какие-то цвета в небе, это символ нетрадиционной сексуальной ориентации. «И как можно это мороженое жрать?» Подумала Лахова. И обратилась не оба кому, а к Владимиру Путину с просьбой запретить мороженое «Радуга», а также его рекламу, потому что сегодня ты съел мороженое «Радуга», а завтра отдался за «Эскимо» парню из другого класса. И это всё в 15 лет. Не бывает этому. Надо было ещё Владимиру Владимировичу посоветовать запретить элимонад «Радуга». Это тоже может намекнуть детям об, так сказать, ещё более тесной дружбе между собой. Президент ушёл от ответа. Даже Путину стыдно комментировать скандал с мороженым. Путин сказал, что надо вести агитацию за традиционные ценности, менее агрессивные. Пришлось в фильме «Чистая линия» выпустить пресс-релиз с заявлением о том, что мороженое «Радуга» не пропагандирует никакие ценности. И даже наоборот, фирма «Чистая линия» за браки между мужчиной и женщиной, за традиционные и секс-отношения в 15 лет. А мороженое «Радуга» это просто мороженое. И не более того, с «Радужной» этикеткой. И никаких двойных смыслов производители «Чистой линии» в это самое мороженое не закладывали. Но мы с вами, знаешь, ух, как закладывали! Сотрудники, конечно же, «Чистой линии» это я всё хихоньки-такахоньки. Сотрудники «Чистой линии», конечно же, не виноваты в сложившейся ситуации. А виноваты, как всегда, наше общество, что даже в детском мороженом видят пропаганду ЛГБТ. Это же какой извращенкой надо быть, чтобы увидеть в мороженом пропаганду нетрадиционных ценностей. Это я про Ляхову, или Лахову, или как там её. А чего теперь, когда представители «Чистой линии» опровергли слуху о том, что их мороженое для геев, геям и лесбиянкам, что? Теперь они не будут есть их мороженое, что ли? Тогда они понесут потери, часть выручки уйдёт. Но с другой стороны, если они «Чистой линии» бы не заявила, что их мороженое для людей с традиционной ориентацией, то цепные псы путинского режима их фабрику бы закрыли. Вообще, не доверяйте мороженщикам. Они в фурах могут разводить всё, что угодно, включая наркотики, и продавать детям, пуская их во все тяжкие и по кругу. Ну а теперь про саму госпожу Лахову, у которой шиза на ранней стадии, карикатуры место в нашей четвёртой палате. Из-за радужного мороженого в 2006 году она организовала фотосъёмку, не спросив депутатов, с которыми она сфоткалась. Для чего, понятно, мастурбировала на них после санкций с радугой мороженым. Это очевидно. Госпожа Лахова, то есть она организовала фотосъёмку депутатов, а потом на эту самую фотосъёмку и, ну, скажем так, руки опустила ниже живота. Вот же извращенка. Госпожа Лахова в 2004 году выступала за сокращение рождаемости в России. В ноябре 2018 года Лахова заявила, что питаться один день гречкой для ветеранов войны это полезно для здоровья. И этого извращенку не только не выпихнули из партии Единая Россия, а ещё и повысили, допустив до нашего президента. Бедная фирма чистая линия теперь в любом случае понесёт убытки за своё мороженое. Тут геям пролетело не от гомофодов и гетеросексуалов, а от воинствующей феминистки извращенки, коим и является Лахова, председатель комитета женщин России. И всё, понеслась. Начали тут вспоминать, у кого радуга была эмблемой. И как мы понимаем, теперь она эта самая эмблема пропагандировала нетрадиционные ценности и оказалась радужной символикой была эмблема Центральной избирательной комиссии в 90-х годах, в начале 2000-х. Правда, символизировала она тогда разность политического спектра в России, которого сейчас, естественно, нет. сейчас у нас в России один цвет чёрно-белый и всяким там мороженым радуга в России не место кушайте гречку. Уж гречку не она не подвешена никакими радужными цветами не подвешена. язык заплетается от жары, честно говоря. Жара стоит лютая. Ну что, будете кушать гейское мороженое, а? Ответы в комментариях пишите. компания United Lounge Альянс получила ракетные двигатели B4. Этот двигатель послужит заменой российского двигателя RD-180 того самого, про который и Путин, и Логозин кричал, что нет ему замены, и что до 2050 года как минимум американцы будут летать на наших двигателях, а тут на тебе. США создали свой собственный, и теперь российская космонавтика наконец-таки окончательно улетит в пятую точку Дмитрия Рогозина. А Америка смогут из космоса, из-под Луны надавать лещей банановой республике под названием Россия. Во славу Илона Маска! Этот двигатель, вы сейчас видите его на своих экранах, будет установлен на ракету Вилком. Был изготовлен на фабрике в Иллинойсе. Серийное производство двигатель запустят в следующем 2021 году. Сегодня действительно великий день для американской космонавтики, заявил Боб Смит, главный директор компании United Loucher. Как предполагают космические аналитики, а есть и такие, а вернее аналитики Кремля с космической зарплатой, это все подготовка к предстоящей встрече глав НАСА и Роскосмоса. То есть, сделали двигатель, чтобы похвастаться перед Россией, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это-то у нас делают различные вещи, чтобы похвастаться перед Америкой, а не наоборот. Космическим аналитикам России не вдомек, что американцы не россияне, они делают ракеты не для хвастовства и не для запугивания, а ради прогресса. Двигая таким образом прогресс вперед. В этой ситуации довольно комично выглядит купитель российской космонавтики Дмитрий Рогозин, который заявил, что да, мы сами не хотели поставлять наши двигатели американцам, ибо их разберут в военных целях и будут использовать против России, но все-таки мы их поставляли. А теперь сами Американцы, а теперь и наши двигатели американцам и даром не нужны. Причем обратите внимание, после захвата Крыма американцы сказали, что будут делать свои двигатели и сделали. Россия сказала, что будут делать новый космодром и все закончилось массовое хищение на космодроме восточном, его даже до конца так и не доделали до сих пор. Потом Рогозин сказал, будет новый корабль Феерация, который продвинет российскую космонавтику вплоть до Луны. Ага, не удалось советской космонавтике это сделать, а российской конечно удастся. И все на этом даже тертежи не смогли разработать Тавроскосмос. А в это же самое время американские двигатели уже разъевают тягу в 4 меганьютона, что в 4 раза больше, чем у России. Американский двигатель работает на топливной паре метан-кислород, а российский на вывешивании лапши на уши. И американские новые двигатели более перспективные, чем российские, так как у них более эффективная топливная методика, ну или механика, как я неразборчиво написал, более, чем у российского. Причиной такого является то, что Россия вцепляется в разработки еще советских инженеров, не развивая свои, но зато нажили бюрократический аппарат в лице так называемых эффективных менеджеров, в кавычках топ-менеджеров с космическими зарплатами, в то время, как у нас эти самые космические зарплаты в виде мешков с долларами получают простые инженеры. я напомню, которые, я напоминаю, должны уважать жизни сейчас простых черных людей. Вопреки стеотипам, наша отечественная конспонавтика наоборот, спонсируется в ржет коммерческих сделок с продажей двигателей, а вовсе не из госбюджета и доход от продажи двигателей, во всяком случае, в части двигателей, и доход от срывов по продаже двигателя будет серьезным уроном для Роскосмоса. Время российской космонавтики, надо честно сказать, давно прошло. И гордится нашими ракетными двигателями РД-180 уже не время, ибо это не совсем наш двигатель, это юридический американский двигатель, так как производится в России для их же, производился в России их же ракет, а теперь даже и эти двигатели американцам не нужны, ибо труд рабочего Роскосмоса ничего не стоит. Зато пришло время американцам у себя строить двигатели, но сейчас рабочие заняты голосованием по новой конституции нашей. Да, может быть, я говорю, не связанно, но это влияет жара на меня. Жара стоит лютая. Убийство ансора из Вены расследует отдел по борьбе с террором и преступлением путинско-кандеровского режима. Полиция Австрии подтвердила, что убитый в пригороде Вены гражданин России, который просил в Австрии политического убежища, был нагло убит. Кто бы мог подумать? Дело об убийстве расследует госбюро Австрии по борьбе с терроризмом. Убитому было 43 года. Вы видите его на своих экранах. Его австрийское имя Мартин Б. На самом деле его зовут Мамихан Умара. Более известный как ансор из Вены. Он теперь жил-не тужил в Австрии, пока не был застрелен. Его австрийское имя полное Мартин Бек. Но я буду называть его все-таки Анзором. Итак, Анзор в различных интервью заявлял, что он бывший наемник. Кроме того, был экс-сотрудником Министерства Шариатской Безопасности Ичкерии. Как мы помним, Ичкерии называлась Чечня в 90-х годах. Также Анзор рассказывал о российских спецслужб с киллерами Кадырова, которые устраняли чисто физически эмигрантов из Чечни по всей Европе. В частности, Анзор постоянно критиковал Кадырова, за то и поплатился. Это так решит на поверхности, что даже можно не расследовать, кто его там грохнул в Австрии. Но, конечно же, Рамзан Кадыров, понятно, не сам лично грохнул его, а через свой карательный шариатский патруль. Тоже понятно, что не без санкций из Кремля, так как Анзор из Вены обладал весьма ценными сведениями о том, как работает и работала ФСБ, в Чечне и так далее. Меня другое удивляет, но как же так? Киллеры из ГРУ или из Грозного австрийские власти так спокойно позволяют у себя в Австрии России убивать людей? Нет, ни австрийских санкций против Чечни и в целом против России. Нет, пока еще и толком высылки наших дипломатов из Австрии, да и Путин. Ну, понятно, что он избавляет от своих бывших врагов и врагов своего подопечного Рамзана, но все-таки потенциально жертвовать хорошими отношениями с Австрией из-за убийства бывшего наемника, пусть даже который виноват против России в Чечне и на Украине. Это как-то не совсем круто даже для Путина. Или Путин знал, что австрийцы ничем на это не ответят и, позвонив Кадерову, выдал лицензию на убийство Анзора. Так получается, он его угрохнул в австрийском городе Герасдорф, тем самым отчернив этот городок убийством. И в этом вся Россия имеет, понимаешь, убийцу в Австрии, сделав из Австрии проходной двор, выполняя таким образом заказ Рамзан из Чечни. Хватит Австрии заниматься политикой миролюбия по отношению к России. Посмотри, Австрия, что Россия у тебя делает во дворе. Грохает людей направо и налево. Напомню, кстати, что 13 сентября 2009 года в Вене был убит Умар Исмаилов, охранник Кадырова времен, еще когда Рамзан воевал против России вместе своим отцом. Но я же говорю, австрийские спецслужбы и власть Австрии устроила, понимаешь, проходной двор для наемников из Течни и их коллег-диверсантов из ГРУ у себя в Австрии. Вот лучше бы пусть поучились бы у немчуры и у немцев. Те вот взяли и арестовали киллеров Кадырова и в итоге киллера Кадырова проведут в немецкой тюрьме, бывшей тюрьме гестапо по 19 лет. Анзору стоило жизни то, что он опубликовал переписку депутата Госдумы Государственной Дуры Российской Федерации Адама Делемханова, депутат Госдумы на минуточку предлагал убить без суда и следствия Адама Осмаева и всю его семью. Адам Осмаев это лидер чеченского батальона украинских вооруженных сил. Ну и Делемханов стоял, скажем, более аккуратно был знаком с убийцами Бориса Немцова. Да, наемнику надо было соглашаться на то убийство. А так его самого грохнули в Вене за язычок. И после этого, после того, как Кадыров усилил трупами бывших своих врагов и друзей всю Европу, ему туда не стыдно летать, лечиться от коронавируса. потрясающий. Наглости ему не занимать. Как говорит моя мать про меня и главное, никто его самолет не посадит и не досмотрит. Потрясающий. Это как раз история о том, что главный злодей не убийца и не наемный убийца, а сама жертва террора России, тереть Чечни в Европе, ибо они не предприняли должных мер клану Кадырова и получили новый труп у себя на территории в Австрии. Но мы все знаем заповеди наемника. Молчишь, живи. Что-то стоило заикнуться, совесть заела, все, будешь убит. Ух, бля, как же жарко-то, а, нашей, так сказать, четвертой палате. Эй, санитары, откройте форточку! Суд назначил журналистке Светланы Прокопьевой штраф в размере 500 тысяч рублей. Ее признали оправданием терроризма. Второй окружной суд на выездном заседании в Пскове назначил ей штраф. В российских реалиях, как и в деле Кирилла Серебренникова, это можно считать оправдательным приговором, ведь прокурор настаивал вообще на запрете для Прокопьевой работать журналистом, что в современных реалиях всяких там блогеров и блогеров был бы бесполезным запретом. Тут я не согласен ни с спонсором, ни с дудем, что наша журналистика умерла. Нет, просто есть журналисты официально с удостоверениями и зарплатой в своих СМИ, а есть журналисты по призванию, для которых докопаться до истины важнее любых денег. Таких людей не запугаешь отречением от профессии. Этим человеком и есть и является Светлана Прокопьева. Но мы чуть отвлеклись от темы. Дело против Светы было возбуждено сразу после ее выступления на Эхо Москвы в Пскове. Кстати, советую слушать Эхо Москвы в Самаре. Там в чате трансляции на Ютубе я частенько заседаю и спорю с ведущими. Ну, так вот. Она там комментировала свою публикацию репрессии против государства на сайте Псковская лента, которую Света написала в ноябре 2018 года сразу после взрыва на проходной здании ФСБ в Архангельске. Прокопьева утверждала и раз ФСБ пыталась ей закрыть рот, то значит это была правда, что побудить 17-летнего мальчика взорвать бомбу в здании ФСБ побудила государственная политика в области молодежи, а точнее ее отсутствие, а еще точнее ее уклон в милитаризм. Тут надо понимать, что Прокопьева вовсе 17-летнего барванца, взорвавшего здание ФСБ не оправдывала, а пыталась понять с тем, чтобы молодые люди в других городах России больше не взрывали здание чекистов, но вместо разбираться о том, как 17-летнему парню удалось пронести бомбу, изготовить ее перед этим, а потом взорвать где? В здании ФСБ вместо этих разбирательств это вот знаете, все равно, что гопнику сделать свои дела прямо в здании ОД. Так вот, значит, вместо разбирательств чекисты всю вину свалили на Светлану Прокофьеву, мол, дескать, она с они писульками из провоцировала молодых людей уничтожать здание ФСБ вместе с чекистами, которые находились там. Помнение ФСБ света света Прокофьева виновата в теракте, а вовсе не сами чекисты, которые не просто прослали теракт, а прослали теракт, находясь у себя в здании. Нет, но вы представляете, что вот, например, в здании Гувера ФБР в Машингтоне пришел бы террорист и положил бы всех спецагентов, а потом бы в бюро обвинили бы журналистку какого-нибудь СНН во взрывах в бюро. Такого представить невозможно, а у нас это было и есть. Молодые люди берут взрывчатку и идут взрывать здание ФСБ в городах и так далее и так и тому подобное. А виновата во всем, конечно же, Света Прокофьева, для которой прокурор запросил 6 лет в тюрьме за то, за то, что она просто делала свою работу, пыталась понять, чего движет молодыми людьми. Пыталась разобраться в теракте в Архангельске. Это просто писец. Архангельские чекисты и их псковские коллеги просто идиоты. Таких гнать со службы надо. У меня нет других слов. Теперь же, что происходило на суде в Пскове, прокурор Наталья Мельщина заявила, что цитата Прокофьева специально вела свою колонку. А я скажу, да, она ведь журналист, каждый журналист пишет колонку. Теперь писать колонку в журнале или газете по мнению прокурора оказывается запрещено. ну что сказать. Ну не дебилы, а дебилы на дебиле и дебилы погоняют в правоохранительных органах. Туда в России идут не от большого ума, а чтобы ложиться техникой обвиняемых, как, кстати говоря, произошло и в деле Прокофьевой. Тогда взяли у нее ноутбук и так и не отдали даже после суда. А теперь кто-то из сотрудников ФСБ сидит у себя в кабинете и играет в Свете ноутбук вместо ловли настоящих террористов и преступников. Надеюсь, что после этого дела у Светы не попадет желание быть журналистом с большой буквы и она порадует нас новой колонкой, новым расследованием. Но, блядь, лютая жара стоит. Плюс 34. Это просто с ума сойти. Такой жары я не припомню. Только из лап кровавой кабни отбилив журналистку Прокофьеву как чекисты нашли новую жертву им стал журналист Иван Сафронов бывший корреспондент ведомостей и коммерсанта а ныне советник Рогозина в Роскосмосе. Ему Сафронов ФСБ фсб спалилась из-за формулировки. Что значит одно из спецслужб НАТО? Если у вас есть конкретные сведения, что Сафонов передавал данные в одной из стран НАТО, то назовите эту страну. Позднее чекисты ООН Сафронов А вообще оцените, а какое наше государство, которое может расцепиться про любом дуновении. Один журналист, один журналист смог сорвать многомиллионную сделку на поставке суперсовременных российских боевых самолетов в Египет. Один только журналист, а Майк Помпео круто переиграл все российские спецслужбы. Если бы ФСБ не арестовало Сафонова, то он был бы шпионом и дальше. А вот если бы он как и произошло арест АВН, то все подумали и сейчас думают, что арест эго-журналиста это еще один нажим власти на свободу слова в России. Телевизор под контролем интернет контролировать нельзя. Вот и приходится раз добавляться с мелкими и не очень козетенками это я про коммерсант и ихними бывшими и по сей день работающими сотрудниками. Много чего позволяют нашей стране они эти сотрудники этих газет идет системный нажим на журналистов. Сначала Прокофьев арестуют, потом ведомости приберут к своим патриотичным рукам и уволят оттуда журналистов. Теперь вот Сафонова бросит за решетку и естественно арест Сафронова вызвал бурную реакцию в российском крайне несвободном, крайне толерантным к нормальным людям и к странам обществе. Люди вышли на протест около глав здания ФСБ на Лубянке и организовали одиночные пикеты. Всех задержали и стали пытать бутылкой из-под минералки и еще туки. Сейчас это конечно Сафонова ни к чему к нему не допускают адвокатов. Его пытают а его пытают как раз таки электрошокером, дабы он признал свою вину и в этом-то помпелкос и переиграл российские спецслужбы в том, что сорвал, во-первых, сделку на поставки российских самолетов в Египет, а во-вторых, арест шпиона Сафронова вызвал бурную ненависть и негодование в обществе контрразведки ФСБ. которое занялось просто местью по отношению к отдельно взятому журналисту, но самое главное в этой истории и непонятно как сведения хранящие государственную тайну могли попасть в руки журналиста. Клентам всем, что он придавал эту инфу за рубеж. Но как все-таки твою мать секретные сведения могли попасть к журналисту. Как и в случае Прокофьевой, здесь чекисты виноваты не меньше, чем их арестанты. Эй, чекисты, хватит расправляться с журналистами. Журналисты, вам не враги, виноваты, они помогают вам расследовать преступления. Но в Кремле уверены, что журналистика нужна только с одной целью, чтобы выглядеть красиво в глазах общественности и на международной арене в нашем обществе. но из-за таких штук глупых задержаний все выходит ровным счетом наоборот. Молодые люди видят, что все правду журналистам могут их посадить, берут взрывчатку и направляются к ближайшему зданию ФСБ, как в Архангельске, или стреляют по ментам, как в Приморье. что не есть хорошо. Но власть не оставляет им другого выбора. Илья Сафонов был честным человеком, профессиональным журналистом. Ему нравилось писать на острые темы, за что он и поплатился со стороны главного ОПГ России под названием ФСБ. И кстати говорят те, кто задерживали Сафонова, есть подозрение, что они 15 лет назад грохнули и его отца, который докопался до истинных правонарушений ФСБ и поплатился за это жизни. Так что традиционная после таких новостей лозунг, мой манифест «Долой власть чекистов!» «Долой» власть чекистов». А вот угольчик не делают! Все, отпустил я, идем дальше к следующей новости. «Пока чекисты давят свободу слову внутри страны, за ее пределами российские военные давят или закидывают бомбами сирийских школьников и раненых. И вообще надо открыто сказать, российских солдатских сапог сегодня давят сирийскую землю. В ООН пришли к выводу, что армия Сирии при поддержке армии России наносит удары по гражданским объектам и не мудрено, ведь у врагов Асада есть хорошие стингеры, которые могут сократить численность авиации России в Сирии. Вот и остается войска Асада и Путина вносить удары по тем объектам, которые не могут дать сдачи, например, по гиспиталям, творя там всевозможные преступления против мирного населения, подстрекая мирное население, записываться в запрещенную группировку ИГИЛ-ТАИШ и сбивать российские самолеты вертолеты. Но мы сейчас немножко о другом. Итак, в ООН было доказано, что Россия и Сирия совершили авиаудары по десяткам больниц, сотням школ, миллионам детских садиков. Что вы делаете, га? все это было совершено в районе Идлиба. Россия действует по принципу не можем у себя построить больницы для нашего населения, так разрушим чужие больницы в чужой стране. Правильно, больные и медперсонал не могут ответить теми ПВО и ПРО против ВКС России и ВВС Сирии. К такому выводу пришли авторы своеобразного следственного комитета в ООН согласно следователям ООН, которые в отличие от российских следователей а не коррумпированы, б не зависят от позиций ФСБ и администрации президента России. Так вот, вооруженные силы Дамаска носили удары как земли, так и с воздуха, используя в частности запрещенные ООН кассетные бомбы. В результате миллионы сирийцев сбежали из Сирии от этого вот преступления к военным. Жалко, что миллионы сирийцев не встали под ружье и не надавали людей Асаду и ВКС России в Сирии. По словам председателя Следственного комитета ООН Паула Перейра под бомбардировки целенаправленно попадали целые семьи вместе с грудными детьми. Вот что творил Россия в Сирии. Вот что кровавый тиран Асад натворил со своей страной. На протяжении девяти лет убивал Асад кровавый тиран грудных младенцев в Сирии посредством нанесения авиаударов. Закидывал младенцев гранатами. Вместо завтрака они получали бомбы. А помогала во всем этом Асаду империя зла под названием Россия. Что довольно предсказуемо. Когда у вас чекисты жди беды как для своей страны так и для чужой. Мария Захарова и российский МИД кричали ну где же те самые болицы которые обстреляли Россия. У ООН нет никаких фактов и доказательств. Теперь же у ООН улики и доказательства есть. Начну с фактов. Во-первых в в сирийских документах перехваченных ЦРУ и любезно предоставленных в Следственный комитет ООН четко записано что удары по больницам это национальная стратегия сирийского правительства. Тактика выжженной земли. Нас интересует Россия в Сирии. Итак Москва нанесла удар наносила удары в конце января этого года по территории Идлипского окружного госпиталя в ходе которой погибли 14 человек 1 врач 5 женщин и 5 детей все 5 человек получили ранения их так Россия поздравила со Старым Новым Годом. Теперь следователь ООН требует ответа Москвы на обвинение в военном преступлении в противном случае будут новые санкции против России. Да и не думайте что следователи в ООН сидели на своих теплых местах в штаб-квартире Нью-Йорка нет вовсе нет они-то как раз таки и допрашивали свидетелей дело фотографировали все в самой Сирии в общем ввели следовательные действия как положено все это все эти данные следователи ООН передают в международный суд КАГУ и вполне возможно и Путин и Асад окажутся на скамье подсудимых даже после своей возможной земной кончины от коронавируса тут можно долго рассуждать о том насколько ООН зависит от США хоть Трамп хочет положить этому и конец но косвенно Россия признала свою вину то что она наносила авиаудары в Сирии по госпиталям и об этом пишет Deutsche Welle так вот как все Россия признала свою вину а она наложила вето на резолюцию Совбезо ООН по которой гуманитарная помощь могла бы поступать через всю гуманитарную в Сирии а не только через один отдельно взятый КПП где гуманитарку войска Асада тупо разворуют и она так и не доведет до мельных жителей так что Россия выходит в Сирии действительно империя зла раз уж не дает сирийцам получать эту самую за гуманитарную гуманитарную помощь а бедный сирийский народ который гибнет не столько от боевых действий а сколько от пыток сирийских спецслужб и все того что злосчастного ГРУ Петрова и Баширова я уверен Россия ответит за свои преступления в Сирии это было прекрасное время это было ужасное время это было не с нами но это были мы 575 тысяч жиров как в России 10 лет назад не заметили смертельный грипп а точнее с ним легко справились сейчас этого никто не помнит но 10 лет назад 2019 да 2009 году как же тут жарко жара жара идет а сезон не закончится у нас еще пока так вот сейчас этого никто не помнит но 10 лет назад в 2009 году ВОЗ также из-за эпидемии вируса объявила пандемию сначала вирус распространился в Мексике потом США и команды далее он проник в западную Украину и добрался до нас речь идет конечно же про свиной грипп также водилось ряд ограничений в Мексике были закрыты все торговые центры идем как и сейчас массный режим США были объявлены было объявлено чрезвычайное положение самим президентом Обамой а Украине о ужас запретили есть сало и колбасу но самое интересное было в России в Батли в России ничего не запрещали тогда да такое было на стране никого как сейчас дубленками Росгвардии не загоняли по домам не запрещали кафе рестораны можно было спокойно гулять по улице за это я хочу сказать отдельное спасибо Медведеву тогда президенту России над которыми издевались шучили но его в бытность президента Россия как показало время была подвержена маразму меньше чем сейчас хотя число заболевших смертельным вирусом и тогда и сейчас было примерно одинаковое но закрывать тогда на кого закрывать тогда всех на карантин никто не посмел все понимали что это аукнется массовой безработице ты просто не будет средств в бюджете в виде налогов максимум чего тогда сделали это закрыли школы и то на три недели а не на полгода как сейчас аукшли не задалбывали домашним обучением хотя тогда технические возможности позволяли сделать домашним и как следствие тогда Россия первая из стран выбралась как из экономического кризиса так и из кризиса связанных с вирусом ну тогда свиным гриппом птичьим свиным да и все это благодаря кому бы вы думали Дмитрию Медведеву который был тогда главой государства и у которого быть президентом получалось лучше чем быть премьером но сказать что эпидемия прошла так уж и без времени на России ничего не сказать в Забайкальском крае в Средовской области включаю Черкесии с именой гриб башвал но даже там как впрочем и в остальных регионах России не было никакой истерии на этот счет а власть не говорила мол ребята мы вы тут самоизолируйтесь по домам а мы от вас само не устранимся как это сказал Путин в апрельском обращении к народу мол пусть губернаторы сами решают что им делать такого 10 лет назад представить было невозможно то есть с одной стороны была грамотная политика в области медицины 10 лет назад а с другой стороны никто ничего не запрещал и не требовал ходить в масках и это все было в России 10 лет назад задумайтесь какую страну мы потеряли когда Путин сделал свое судьбонесное решение и в 2012 году как император Палпатин в последнем фильме Звездные войны вернулся на трон галактики люди высших эшелонных власти совершенно очевидно были умнее чем сейчас хотя вроде бы это одни и те же люди ну вот так были умнее а сейчас все подверглись истерии терапии и медицинскому запрету даже тогда пропагандон сияру 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 киселев разбирался в истории а не клеймил всех фашистами и пандеровцами люди как сказать не то что они были умнее тогда нет они были но меньше стрессов было все смеялись все ходили по кабакам и девкам а сейчас всем маски и все по домам а вообще эпоха президента медведева с 2008 по 2012 год была золотым временем в истории современной России а сейчас что ФСБ присутствует журналистов российские военные убивают чуть ли не грудных детей в Сирии все на это санкции цены растут зарплаты падают пенсии не просто снижаются а аннулируются так как хрен доживешь до 65-летнего возраста но тогда 10 лет назад было по-другому отсюда и 575 тысяч жертв от тогдашнего коронавируса а сейчас по России миллионы но это все записывается на внебольничную пневмонию таковы были итоги недели но без рады зеленаловой кстати говоря да я смог таки провести эфир несмотря на лютую шару все пока